Так, по одной теме хотел сказать, это сегодня уже больше читать не будем, в 20 минуте я постараюсь смотреться. Кошачья эпопея, так назову. Пришла у меня жена, и что-то у меня где-то в глазу, дай-ка я вам не беру, так, сделаю, чтобы вы не будете разговаривать. Я говорю, не надо, я сам стал вытирать, а только что ногти подстриг и черкнул, рука-то со балансом, да, соскользнул в реке, и попал вирус. И он у меня болел где-то около пяти лет. А в это время самые большие дальние командировки были, мы были у Атлантического океана, у Тихого. И капель кидали, у меня там пылища какая-то, а все с пылью было. Ну, когда я вернулся, воспаление глаза. Виктор Андреевич Яковлев, врач краевой больницы, договорился, анализы с меня сняли. Все. Завтра будут, и как? Глазовым лучом какой-то там продавать будут и запаяют. Так это же не пятка на ноге, это глаз я говорю. Сейчас все это делают. Ну, Виктор Андреевич, ну как? Врачи, вот как интересно. Я душой чувствую, но это не вернуть никогда. У меня у хозяйки у одной жил я, у Литой Григорьевны, она тоже покапает. Я говорю, да глаз выжим? Ну, в общем же два глаза. Ну, вроде один, да что тебе? Ну, тут всего два, дальше-то с их хватает. И здесь ничего нет. Я вечером вставай так усиленно, молись, Господи. И надо что-то делать, и я не ожидал этого. Я утром встал, глаз не болит. Ну, идти-то надо, уже назначено, у меня в очереди. А там выходят из кабинета довольно быстро, там, может быть, минут 20-30, так вот. И такие повязки висят. Что делать? Пережигали что-то, что я не могу сказать. И потом туда прокачка какая-то идет. Ну, я зашел сразу, самая была Елена, кажется, на дыщу. И я говорю, ты все засними, а то разрешается снимать. Ну, я не думал, что такой протест будет. Ну, а там, оказался врач, мусульманин. А я с мусульманами-то, не на одной кровати лежу. И уже все затормозилось. А уже дали на дереве такое, ну, что-то такое, как из целлофана где-то. Ну вот, уже в постели ложитесь. Я говорю, у меня человека надо запустить снимать. Снимать нельзя. Почему нельзя? Мне хирург делал операцию. И когда я сказал, я хотел бы... А почему не сказали, мы бы все сняли, вам дали? Потом приезжал сюда, операцию, когда на позвонке делали. Я вижу, все согласно к тому, что мне не делать. Я снял все, поблагодарил и ушел. И вот тут, вот как интересно, я один в комнате, никого нет. И вдруг подходит на крылечки кошка. Черная. Я ее погладил. В комнату завел. Она как будто жила все время здесь. Ну что, накормил. А что там? К самому-то истечен. Ну что было, то и дал. Утром я встал, она сидит, вижу, там мышка одна, другая, задавленная, что-то такое. А она увидела у меня, что я встал, она сразу поела и легла спать. Мне не еще держу, держу встал. И эта кошка, я называю такая, палево цвета, желтое, палево, а эта черная. И неделю назад она у меня потерялась. Она настолько проборная, везде, где на полках есть, все достанет. Куда бы я крылышки голубины не спрятал, она их найдет, и там бывает, где скрепляются. Это где-то. Рылька там где-то что-то есть, найдет. Даже я уже под одеялом пытался, потому что она не могла достать. Вот у нас только шустрая, везде. И сядешь, непрерывно на колени лезешь, все, погладишь, чуть-чуть опять. А она бомжиха. С улицы. А своя лежит, спит. Не трогает. И вот, когда мы сейчас ремонтировали у дома этого, ну, в основном-то мы ремонтировали горам, где подрубили, отпилили, дальше просмалили, а потом из глины отмостку сделали, батюшка в это не верит, что отмостка здесь. Спроси Алексея. Алексея Сичкова, он тебе расскажет. Я у него это узнал. Когда утонченный, вырастет растение, никуда вода вся стекает, а водонепроницаемая глина у нас. Вот и все. А у нас ни семента, ни чего нет. И в одном месте я под крыльцом не досмотрел. Там вот такая щель. Она его разгребла, вышла и ушла. И левер прошла. Больше не было дней, она когда уходила, возвращалась. И выдает, черная, черная. А вот она, на крыльце. Покормила, легла спать. И она нашла расчистку эту под крыльцом. Ну, Володя сказал, давай. Оторвали доску, посмотрели, как она могла. Я все запечатал, но ее нет. Вот и трения нет, я пошел по деревне. Иду, черная, черная, не отвлекается. Я у всех был, у батюшки был, у вас был. Ее нет нигде. Сколько раз кричал? Ну, раз в 600 кричал, думаю. Вот я, у меня Володя носоманная, и там сверку надо прополоть. А я могу только не наклонясь, а на мешке кустов ползу. И траву, я знаю. Где-то от морковки я отлечу, а тут отлечу. И в это время, вот, брат Николай Игоревич, я говорю, сейчас. Кошку черт не видел, а кого ваша труба-то? Она, говорит, тянулась в кусты. Меня насторожило. Или она его испугалась, или еще. Я бросил эту свеклу, и быстрее я пешком хожу, мне надо находить 10 километров. Это тебе полезно. Кричать везде обошел на один дом, туда дальше нигде нет. Опять иду и кричу налево, направо, черное, черное. Нету. Нигде нету. Я прямо захожу туда, где у матюшки там дом старый-то. Пошел, может, за крылью на сад маму. Все ямки, где у нас есть, проверить надо. Ну, так, я видел, что ребятишки с собаками травят кошек. От вас с собакой кто-то, Андрей, был? Нет. Пас кто-то с собакой? Нет. Нет. А второй остается дом. А тут спрашивать некому. Ну, я видел, как, а то кошку не догонят. На поле она догонит. Собака прыгнет такой, или она прыгнет вот такой расстояние. Ей надо три раза прыгать это расстояние. Гепард несется со скоростью до 127 метров в час. Ну, второе. Она небольшая. Ее большие коршуньи летают. Послушай, коршун мог схватить. Дальше. А беременная была или нет? Если беременная, она где-то тайная. И теперь ее надо проследить. А я делаю как? Надеваю ошейник. И здесь все. И красной ниткой, и за ней. Так. И она дает, он мне покажет. Но ее нету. Каждый раз, когда я подхожу к крыльцу, разворачиваюсь. И думаю. Я стал просить даже людей по интернету помолиться. И не раньше, не позже. Со мной один давно не знался. А тут заходит, кажется, Максим. И говорит. У меня бабушка. Ей 84 года. И у нее там что-то было болезнение. И одна кошка только была. Она с Керой Гавайей там утешается. И она потерялась. Два дня нету. Я думаю, у кого спрашивать, который сам потерял. Я не стал ничего, но помолился. Никогда этого не было. Чтобы о кошке меня просили молиться. Но это не все. Вот это кошачья эпопея. У Бога все сочленено. Еще. Опять. Тоже говорит. Кошку любил. Ей 84 года. Что это такое? Кошачья эпопея, я говорю, началась. Ладно. Залезаю на крышу. Улыбаю каждый день раз. Другой. Третий там залезаю. Надо убрать. Черная, черная. Ее нигде нету. А у них есть черная у Володи. Она в белой ножке, как в тапочке, будто бы. И наша ее гоняла. А теперь ее нету. Я думаю, где теперь. Значит, она была в степи. Она нашла, где-то там стены стоят. Там находят кошки. Где-то она должна от дождя спрятаться. И принесла котят. Это один вариант. Другой ее коршу утащил. Она небольшая. Коршу. Орел утащил. Вот такого барана. Барана тащит. Бросает. Там он летит. Переворачивает. И все здесь. То есть, какие варианты? Я пошел к батюшке. Советы дают. У тебя другая обстановка. Кошки у тебя родились. А это привезенная. И она ловит в ушей. Здесь выловила. И она теперь туда, где коровник. За него атак собакой. Ну, нас тягануло куда-то. Собака тогда, знаете, ржампула и нету. Я разные-разные варианты брал. Вчера я говорю. Под полом у нас вот. Где веранда. Оттуда под дом. Вот такое отверстие сделано. Вентиляция. А когда заходят. Здесь не веранду. Но чтобы отсюда туда не попадали. А тут у меня прорезано. Чтобы не могли ходить надбор туда. Заткнутая. А она оттуда порезала, думаю. А обратно. Пузом-то засыпилась. А я же не слышу, что она там крещит-то. Ну и сегодня утром. Привязал стул. А стул такой. Вот. Он как сидит. Такой внизу. Где приваренная. Она не проваливается. Стул этот. Стул туда. В подпол. Залез. Фонариком начал везде смещать. Все везде осветил. Нету. То есть. Я все только говорю. Володя. Ты сходи вот в ладь. Там кель. Может она зашла. Володя везде все только сказал. Может на костре где-то она там. То есть у меня все буквально работают. Я спрашиваю. Кого я не спрашиваю-то? Ну нету ее. И все. Ну нету, значит нету. А я действительно так думаю. Вот вернулась бы. Я тебя так угостил, что ты их любишь. И наговорю. А она любит там. Ну что. Птичье мясо. И второе. Любят они. У меня горьяны сушеные. Очень любят. Сегодня только захожу голубям. А прям отходы только гляну. А у голубей. А отходы то остаются. И мы отходов набрали 45 мешков. Которые выброшены. Не отходы. Которые там. А которые уже после голубей. Это примерно 675 килограмм. Я все подсчитал где-то. Мы только что прочистили. Там. И чистое место. Далекое обитание. Я только зашел. Голубь просто остался. Я быстрее к нему. Мертвый. Уже остывший. А оказалось на вылете. Как же он на вылете? Я глаза то не подниму кверху. Один. Значит везде был один. И видно по трену. Голуби они добивают такого. Глянул где-то. А у породицы так. Крылышки. Корсти крыльев. Белая. Сам черный. Молоденький совсем. Оказывается гнездо. Вот так наклонилось. Но как могло наклониться. Но когда на проволоке там где. Как кто обрезал проволоку. И все. Никого нету. Я это все убрал. И его вышел. Маленький артери бил. Тут же бросил там перо. Ну и. Бросил шарик. Шарик спутил. Все пойдем. Ну не отдает назад. Ну что делать. Еси до конца. Пришел. Ну ладно. Пришел так пришел. Я тогда взял нож. Он зуба обрезал. Он заревает. Если большая лепешка дал ему. Он зароет и сам его заводит где-то. Лапа нароет. А нос опять гребает туда. И вот здесь. Я его тяну. Никак. А ножку взял. Чихнул обрезал. И ножку показал. Бросил. Он изо рта то выпустил. И сразу дернул. И скорее с головами то бежать. Взял. Думай. Ты одну ножку съешь. Тебе хватит. А паря то у меня. Я ее растяну на два дня. Пополам перерезал. И чтобы она не запачкала. Я ее на крыльцо. На крыльцо дал. Ну и пошел обед. Пошел. А вторую часть спратил туда. Только к дверям то. Потому что я дома был. Да. Да. До этого дома был. Дверь то открываю. Черная кошка моя стоит. Упали. Отобрала и есть. У меня головой. Я уже говорил. Господи. Прости что я прошу. Там просил других уже. Она мне очень нужна. А почему? Вот. Время два. Минут двадцать третьего. Она на кровати хочет. А у меня на ровне сделано. Это. В палате. На ровне говорю. Она соскакивает оттуда. А я то сплю. Она вот сюда вот у меня. Тыщик под мышкой. Ну до того мне неохота вставать. Я говорю. Я еще маленько посплю то. Отойди отсюда. Вот так толкну ее. Она больше нету. К ногам. И у ног там. К стенке. И не мешается. Она у меня как позвонок была. Но еще теперь этого нет. У Володи там отапка. В тапочках. Я говорю. Я у тебя ее заберу. Там где-то. У меня будет. А белый пускай. И когда белый. Вчера. После суток. Сегодня. Кот. Он весь мокрый. Такими. Прям не узнаешь. Он говорит. Наша ли не наша. А это чистенькая. Сухая. Где она могла быть? Вчера. Я поставил. Даже засомневался. Может я ошибся. А чистая. Полость. Еще одна у вас сесть. И убора пошли. А то нет. Чужая бананка не подошла. И гладить не дала. А теперь я ее только помню. Только открыла. Она сразу шмыгнула. На палате. Ну я ей гальяну дал. И половина голубка дал. Как к одному. Голубь в это время погиб. И траты за столовую. И все это. Одно зло. Я тут все еще не знал. Что будет. Уже разрезал голуби. Это все для парня было. Так и называется. Кошачья папина. Я в этом увидел. Промыслов Божий. Я плачил Господи. Пусть бы ангел ходить. Нашел ее. Привел домой. Она мне так нужна. У его. Смотри сколько было. Тысячи. Но он же с ними не был рядом. Ну. Пастухи были. Они прибежали. Сказали. Отняли. А она со мной. Рядом. Я вот если сажусь. Дома. У меня сделано так. Валенки так. Валенки два. Валенки два. Валенки. Чтобы поднять выше. И я так сажусь. Ноги поднимаю. Чтобы отечности не было. Она только увидела. С разгону прыгает. И греет мне где надо. Настолько. Ну. Близко. И вот сегодня я сейчас ушел. А она отдыхает. Я попросил даже Володю. Хоть маленько. Приснуть молочного ей. Вот. Какая у нас эпопея. Это второе.